МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в сегодняшнем выпуске. Мошенничество или реальные финансовые трудности? Горожане пытаются вернуть деньги за путевки с турфирмы Ростур. В Европу по новому паспорту. Со вчерашнего дня вступили в силу изменения в получении шенгенской визы. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Начнем программу с главной политической темы последних недель, выборов в Рязанскую областную думу. Напомним, что 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Вчера представители партии подписали протоколы о результатах выборов по единому избирательному округу. На заседании правительства Рязанской области прокомментировал итоги воскресного голосования губернатор Олег Ковалев. Выборы показали реальную расстановку сил на политическом поле региона. Цифры, озвученные обл. избиркомом, свидетельствуют о том, что успеха добивались те, кто представили реальную программу людям, сумели ярко, убедительно донести ее до избирателя, работали с ним непосредственно, встречаясь в различных малых-больших форматах, активно занимались мобилизацией своего избирателя, что немаловажно в избирательную кампанию. Рязанское общество еще раз доказало политическую зрелость, ответственность, способность адекватно оценивать ситуацию и принимать правильные решения. Итого, в Рязанскую областную думу попали кандидаты от четырех партий. Почему другим политическим объединениям не удалось попасть в региональный парламент, мы спросили у рязанского политолога Александра Семенова. На мой взгляд, проблема даже не только не парламентских партий, но и в том числе парламентской оппозиции. Их такой относительно низкий результат, он в первую очередь связан с тем, что, ну я так условно называю, это кризис идеи людей. Во-первых, они не смогли предложить избирателям электорально привлекательных людей, электорально привлекательных кандидатов. У парламентских партий это в основном все были уже старые кандидаты, которых мы от выборов к выборам видим. А во-вторых, они не смогли дать каких-то уникальных, позитивных предложений по решению актуальных проблем избирателей. К другим темам. Изменения в организации движения автотранспорта произойдут на пересечении улиц Есенина и Горького. Сегодня сотрудники городской администрации совместно с инспекторами ГИБДД закрыли левый поворот с улицы Есенина на улицу Горького. С сегодняшнего дня привычный для рязанских водителей поворот с улицы Есенина на улицу Горького под ту самую стрелочку запрещен. Секция с указателем теперь отсутствует, зато появились новые светофорные секции для пешеходов. Будет организовано движение пешеходов через улицу Есенина и улицу Горького. Это со стороны улицы Свободы, это через Горького, и со стороны улицы Фрунзы через улицу Есенина. Будет организована отдельная пешеходная фаза во всех направлениях для безопасного перехода проезжей части пешехода. Такое решение было принято для того, чтобы оптимизировать движение, обеспечить безопасность пешеходов, переходящих данный перекресток и пропускную способность этого участка. Во время оборудования светофора движение регулировалось сотрудниками автоинспекции. Так что, господа автомобилисты, будьте внимательнее, ведь передвигаться по городу необходимо по правилам, а не по старой памяти. А сейчас о проблемах горожан. К нам в редакцию обратились жители областного центра, которые стали обманутыми туристами. По их словам, они купили путевки для поездки в Турцию в турфирме Ростур. Однако добраться до места отдыха у людей не получилось. Уже в аэропорту они совершенно неожиданно узнали, что их рейс не оплачен. Теперь пострадавшие клиенты Ростура пытаются вернуть свои деньги. Ожидание отпуска, несомненно, греет душу каждому. Приятная суета с покупками и подготовкой к отдыху, приобретение путевок в турагентстве – в общем, настоящий ритуал. И вроде бы все складывается наилучшим образом. И вот во время регистрации в московском аэропорту вам сообщают – путевки ваши липовые, ни билеты, ни номера в отеле у вас не оплачены. Именно в такую ситуацию и попали клиенты туристического агентства Ростур. Вчера приехал в аэропорт Домодедово с документами, которые нам были выданы. Мы не смогли зарегистрироваться на рейс. Нам сказали, что мы в документах, билетах и в отелях не значимся. Соответственно, мы сели на автобус и вернулись назад. Приехав сюда половину седьмого вечера, они должны были работать, мы подошли к закрытой двери. Телефонные звонки о задаченных клиентов остаются без ответа. Двери офиса заперты, стационарные телефоны разрываются. Их слышно из коридора. Обратились в милицию. Там есть наше заявление. Нам сказали, что это не первый случай. И вот сейчас, пока мы ждали, чтобы кто-то подошел из Ростура, подошли еще две женщины, которые тоже так же вчера не смогли улететь. Звонков, наверное, 10 делали. Они на телефон не отвечают. То есть непосредственно хозяйка этого Ростура с нами никак не контактит, никак не связывается. Сотрудники тоже не берут? Нет, никто не берут. Сегодня с утра звонили. Агентство само закрыто. Чтобы приобрести путевку. Мы брали кредит, чтобы поехать с ребенком отдохнуть. Для Левтины Иорданской ее семьи путевки встали в стоимость 22 тысячи рублей за каждого. Они планировали отправиться в Турцию в Семером, чтобы отпраздновать там день рождения женщины. Ради поездки оформили отпуск за свой счет и взяли кредит, необходимую сумму. И тут такой поворот. Я бы советовал обратиться в налоговую службу с целью получения выписки за реестра индивидуальных предпринимателей, в котором будет указано, по какому фактически адресу зарегистрированы данные организации, которая собирала деньги за неоказанные туристические услуги. В дальнейшем готовятся письменные претензии и отправляются по данному адресу заказными письмами с уведомлением о вручении. Подобная форма для чего? Офис закрыт, как ты предъявишь требования? Это понятно. Если в течение 10 дней ваши требования не удовлетворены, в дальнейшем вы вправе обращаться в суд за судебной защитой. Хочу сказать, что по данной категории дел срок исковой давности составляет 3 года. Кстати, отзывы о компании Ростур в интернете весьма и весьма негативные. Судя по ним, на горе турагентство уже не раз подавали в суд. Да и название компании госпожа Пупкова – директор организации. С прошлого года уже успела поменять. При этом ИП Пупкова с 2005 года уже было снято с учета налоговой службы. Так что впереди обманутых туристов ждут только судебные разбирательства и тысячи потерянных нервных клеток. Терпение вам, господа, и еще раз терпение. И в продолжение туристической темы. Начиная со вчерашнего дня, получить шенгенскую визу для горожан стал значительно сложнее. Вступили в силу новые правила подачи документов. Теперь тем людям, которые хотят посетить страны Европы, придется сдавать отпечатки пальца в визовых центрах, расположенных в столице страны. Как это нововведение отразится на турпотоке, выясняла Наталья Новикова. С 14 сентября 2015 года в России начали действовать новые правила для получения шенгенской визы. Все страны шенгенского соглашения вводят единую визовую информационную систему, которая позволит им систематизировать данные все по визам, улучшить, наверное, качество обслуживания, упростить порядок выдачи виз, для них, по крайней мере, и предотвратить поток нелегальных виз, дабы не попадали в страны шенгенского соглашения люди, которым было до этого отказано. Теперь для получения шенгенской визы россияне старше 12 лет должны сдавать отпечатки пальцев. А те, у кого загран паспорт старого образца, еще и делают специальные фотографии, показывающие сетчатку глаз. И главное, чтобы проделать все эти манипуляции, необходимо в обязательном порядке лично являться в визовые центры. Обновлять свой банк биоданных придется раз в пять лет, независимо от того, закончилась виза или нет. Все туристы теперь будут предварительно перед подачей документов на визу, будут записаны в эти визовые центры, дабы пройти эту процедуру. Она будет занимать всего лишь 5-7 минут, на нее нужно будет записаться, и необходимо будет присутствовать либо всей семье, либо всей группе участников, которые путешествуют по данному туру. Как скажется, введение биометрики на сроки выдачи визы предсказать сейчас не может никто. Возникает масса вопросов, ответов на которые нет. А отсюда и прогнозы неблагоприятные для европейских турструктур. На мой взгляд, конечно же, это утяжелит работу туристических фирм, уменьшит туристический поток в страны Шенгенского соглашения, потому что не каждый турист потенциально захочет совершить некоторый ваяж в Москву. Несмотря на то, что мы в Рязани находимся на расстоянии 180 километров, есть города, которые по удалению уже на 500, 600 и 700 километров и более. Как будут действовать в данном случае жители тех городов, пока нам не ясно. Напомним, что Шенгенская зона включает в себя 25 стран Европы и напоминает некое государство, которое было создано для международного туризма с пограничным контролем при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля внутри нее. А теперь о культуре. Международный кукольный фестиваль «Рязанские смотрины» близится к своему окончанию. Завтра будет дан последний спектакль. Артисты Московского центрального театра «Кукол» имени Образцова покажут зрителям мистическую историю в трех частях по произведениям колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. В субботу, 12 сентября, в Рязанском театре «Кукол» в 15-й раз стартовал фестиваль «Рязанские смотрины». География фестиваля более чем обширна. В этом году свои лучшие спектакли на рязанских площадках показывают театры из Швеции, Болгарии, Беларуси, Крыма, а также 10 театров из российских городов. Торжественная, но совершенно шуточная церемония. Открытие фестиваля состоялось на ступенях Кукольного театра. Комедианты из числа рязанских артистов презентовали главную тему нынешнего года «Пятнашки» – 15-й фестиваль, 15 театральных коллективов и 2015-й год. Для нас это такая школа. Но ведь всегда самое ценное – это общение, как говорила Экзепери. Именно в общении рождаются новые идеи, новые мысли. И те спектакли, которые видят профессионалы, они дают толчок новым каким-то театральным идеям. И возникает желание сделать либо лучше, либо что-то сделать не так, поспорить. И тогда тем самым искусство развивается и движется вперед. Третий день театрального фестиваля «Рязанские смотрины-2015» с полным правом можно было назвать «Иностранным днем». Именно 14 сентября своей работы рязанцам показали болгарский, шведский театр и театр кукол из Белоруссии. Болгарский театр представил постановку «Тени моей души». Все приехавшие в Рязань актеры – незрячие. Они представили зрителям пластический спектакль без слов, лишь игрой теней, силуэтов, отражений двигающихся рук. Аплодисменты в темном зале гремели каждые пять минут. Шведская пьеса «Дорога в Болеро» – рассказ о репетиции небольшого оркестра, готовящегося к премьере. Поначалу вроде бы абсолютно обыденная история, рассказанная через столкновение характеров людей и кукол, превращается к финалу в лирическую мелодию, звучащую внутри зрителя. Белорусский спектакль оказался своеобразной беседой со зрителем на вечные и глобальные темы. Фестиваль «Рязанский смотри» остается лучшей площадкой для обмена опытом кукольников со всего мира. При этом он продолжает поражать зрителей необычными постановками, которые не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. Последний спектакль фестиваля и церемония закрытия состоится завтра на сцене Рязанского театра кукол. Ну а мы с нетерпением будем ждать следующего фестиваля, который пройдет только в 2017 году. В Рязанском регионе, по прогнозам синоптиков, ожидается теплая и сухая погода. Как правило, такая комфортная температура устанавливается после первых осенних холодов. Это время в народе принято называть бабьим летом. Прогноз погоды продолжит эфир программы. Обычно бабье лето в нашем регионе наблюдается в середине сентября, а именно с 14 по 21. Конечно, в разные годы оно приходит чуть раньше или позже. Бывает более теплым, вплоть до 29 градусов, и более холодным. В этом году оно как раз классическое и пришло в свои положенные климатические сроки. По прогнозам синоптиков, нас ожидает теплая погода в течение всей недели. На предстоящей неделе погоду на территории Рязанской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается преимущественно сухая, теплая погода. Лишь 18 сентября в отдельных районах области не исключены небольшие дожди. Температура воздуха постепенно будет расти. Температура воздуха в ночные часы 16-18 сентября 2,7 градусов местами заморозки на поверхности почвы. Днем 17-22. 18 сентября ночью уже 7-12 градусов тепла. Днем 21-26. В выходные дни температура повысится в ночные часы до 10-15. Днем 22-27 градусов тепла. Можно порадоваться и приметам, приуроченным к бабьему лету. То, что 14 сентября на день Семена Летопроводца было сухо и ясно, сулит нам осень без особых дождей. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет имам Хатиб города Рязани Нурлах Юлдашев. И в сегодняшней беседе речь пойдет о начале месяца Зульхиджа. На этот месяц, кстати, приходится главный праздник мусульман Курбан-Байрам. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова